Привет! Я вот хотел начать с чего-то развеселого, но на неделе мне настигла инфлюенция. И когда у тебя из всех дырок течет аноз законопателей непробиваемой субстанции, тут недовеселье. Поэтому начнем с серьезного вопроса. Отказа правительства добавить учителям денег к зарплате и приступить к переговорам о будущем учительского корпуса. В четверг на пресс-конференции премьерка Каллас начала мягко стелить. Она ни секунды не сомневается в праве учителей на забастовку. Но за время забастовки зарплату бастующим платить не станут. Раньше она говорила, кажется, что нельзя платить. Но юристы, вероятно, указали нашему бывшему замечательному адвокату, что нигде не сказано, что это запрещено. И, ласково улыбаясь, Каллас заверила участников пресс-конференции и ее зрителей в интернете, что те, кто не хочет восставать, то есть штрикбрехеры, должны иметь возможность работать. Эта премьерка не угрожает. Это она просто напоминает. А так да, она двумя руками за повышение зарплаты учителям, но руки у нее пока не доходят. Проблему учительских заработков на той же пресс-конференции решил двести с ЦАХКНА. Надо поменять давно власть в Таллине и пересмотреть финансирование городом образование. Тут надо следить за руками. Стране грозит общегосударственная забастовка, а правительственная партия СТ-200 в лице большого специалиста по вопросам образования и местной политики, министра иностранных дел Эстонии. ЦАХКНА предлагает взять власть в Таллине и проблема тут же решится. Главное двестистам добраться до таллинского бюджета, и тогда наверняка вскачь запляшут облака. Интересную позицию занял министр Лянемец. Забастовка конституционное право работников. Мы не должны их посылать со словами «не видать вам прибавки, как своих ушей, говорить, что ничего не получится, разговор окончен». Надо разговаривать и искать средства для учителей. Там речь идет о десяти миллионах. Я так думаю, как минимум половину этой суммы можно получить от продажи здания Министерства образования в Тарту или его хором в Таллине. Но Лянемец, вероятно, на кабинетных обсуждениях дошел до ручки и на пресс-конференции открыл правительственную тайну несчастной. У нас, говорит, есть деньги для учителей. Кабинет министров планировал выделить 114 миллионов евро на строительство газовой станции «Эстеэнергия» в Нарвии. Теперь эта энергия решила строить станцию из собственных средств. Об этом в среду вечером ООН Лянемец беседовал с министром всех эстонских денег в Ирклаево. И это самое ужасное, что сделал начальных социал-демократов Лянемец. В правительстве, может быть, кто-то уже примерился к этим миллионам. А тут они вылезли на свет Божий. Кошелек у гражданки украл. Кошелек! Кошелек! Какой кошелек? Нет, об этом мы не говорили, перебивает министр финансов Вирклайф. Нет, говорили, возражает Лянемец, и почему-то мне кажется, что он не врет. А этих денег, грубо говоря, хватит на повышение зарплаты учителям лет на 10. И не надо ставить на уши образовательную систему. И Скаллас утром в четверг Лянемец говорил о том же. Тем более, что это никак не скажется на бюджете. Ни у одного из министров не придется изымать эти 10 миллионов. И в заключение пресс-конференции Вирклайф заявил, что такого разговора не было. Это демагогия! А глазки такие маленькие бегают из стороны в сторону. И закончим про деньги, чтобы лишний раз не вставать. Председатель фракции социал-демократа Фасиновский публично заявил, что 10 миллионов для учителей при 17-миллиардном бюджете – семечки. Парламентские центристы потребовали от правительства найти деньги для учителей. Но это политики. А вот что думает об этом предприниматель Индек Невильд, который всю жизнь работал с деньгами. Правительство, пишет он в своем паблике, неделями и месяцами спорит, раскалывает общество из-за каких-то копеечных 10 миллионов в рамках госбюджета в 17 миллиардов. Тут надо сказать про копейки в распоряжении правительства. Недавно мы принимались с большой помпой, да еще с какой, с вертолетами, вооруженными силами всей наличной полиции и спецподразделениями президента Зеленского. Операцию по его сопровождению назвали «Суслик». Так-то он из семейства Беличих. Может, поэтому Владимир Зеленский удостоился такой секретной клички? Ведь Белка – символ партии реформ. Но тогда не очень понятно, зачем в Вести Экспресс уточнили во врезке. Если суслики повадятся досаждать крестьянину, то от них очень трудно избавиться. Но мы же о деньгах, которых у правительства нет. Гендиректор полиции Беличев сообщил начальнику оперативного бюро, которое координило операцию «Суслик», что все разумные расходы на безопасность – все! Госканцелярия оплатит! А это из того, что мы видели. Вертолет, 16 машин, кортежа, скорая помощь, зарезервированная палата в больнице, этаж в Редисон и много чего еще нами невиденного. В целом визит обошелся примерно в миллион евро. Если учесть, что Зеленский пробыл в Таллине меньше суток, то каждый час, час его пребывания обошелся нам в 42 тысячи евро. И здесь я должен сказать о феерическом умении правительства распоряжаться деньгами налогоплательщиков. Их надо правильно тратить, и тогда тебе воздастся. Как только президент Зеленский отъехал в Давос, пришло во всех отношениях приятное сообщение. Издание «Политико» сообщило, что после юнских выборов в Европарламент президентами главных институтов Евросоюза как будто бы станут женщины. И Кайкалас в этой кампании может занять место руководителя внешней политики объединения. Есть такой анекдот про одну блондинку. «Доктор, я нашла в коробке от принтера пакетик с надписью «Не есть» и съела. Скажите, я умру?» «Ну, все мы умрем». «Все? Что же я наделала?» А теперь о делах внешнеполитических взглядом изнутри. Командующий силами обороны Эстонии генерал Херем вдруг ни с того ни с сего написал заявление по собственному желанию. Армия, кстати, не то место, где разбрасываются такими заявлениями. «Срок пребывания Херема в должности должен закончиться в конце 25-го года. И вот вам бабушка не Юрьев день». Вилья Кислер на Дельфе побеседовала с министром обороны Певкуром, дескать, что случилось. Тот убеждал ее, что все хорошо, прекрасный маркизник их подводных течений и скандалов. Но въедливая Вилья нашла причину скоропостижного ухода главного военного со своего поста. Она напомнила. Пример Какалас сказал на неделе, что Россия может начать войну с Эстонией или Балтией через 3-5 лет. А Херем сказал про 2 года. И вот, понимая это, он уходит с поста главнокомандующего. То есть он потерял какую бы то ни было надежду, спрашивает Вилья. «Да нет», – отвечает министр обороны Певкур, генерал Херем, – «патриот. 30 лет служил в армии, и он не думал ни о какой войне. Он этого не говорил. Ее не будет. Опасность есть. Но нечего сеять панику». Это говорит политик, которому чего-то не хватает. Потому что его словам трудно поверить. Как и тому, что он знает, о чем думал генерал Херем. А Херем не политик. Он занят реальным делом – строительством армии. Ему не надо сотрясать воздух и вешать людям лапшу туда, где она не падает. Можно грубо предположить, что генерал получил информацию, прикинул, как она ложится на наши возможности, и решил отойти от дел. Каякалос недавно сказал, что у нас есть забор, снабженный самой современной техникой, который остановит неприятеля. А Херем понимает, что у него нет ни линии Мажино, ни линии Маннергейма. И он, предположительно, не хочет повторить судьбу генерала Лайненера. Тот в 1939-1940 годах едва ли не в каждом своем выступлении подчеркивал, что мы будем сражаться до последнего патрона, до последней капли крови последнего солдата. А сам даже не провел мобилизацию. И вот эта отставка Херема, друзья мои, очень серьезный сигнал. Еще одно событие не самого веселого порядка случилось на неделе. Скончался бывший первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии, кавалер трех орденов Трудового Красного Знамени, кавалер высочайшей награды СССР, ордена Ленина и эстонских орденов Белой Звезды и Государственного Герба Вяйно Вялес. Как сказано в Ихтулехт, Вялес говорил, что Эстония добровольно вступила в состав Советского Союза, дескать, времена были такие. В местных изданиях пишут, что он родился в 1931 году. Еще студентом в 1952 году вступил, сами понимаете, времена тяжелые, в Компартию, а в 1955-м закончил Тартовский университет. Затем, как правило, в его биографии до 1980-х годов белое, скорее даже серое пятно. Ни секретаря по идеологии ЦК Компартии, ни орденов и почетных грамот разных советских организаций. И дальше он участвует в процессе мягкого провозглашения Верховным Советом Эстонии приоритета законов Эстонской ССР над законами союзными. Кстати, советская власть очень заботилась о тех, кому привинчивали орден Ленина на грудь. Его давали за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического отечества, становление дружбы и сотрудничества между народами с доплатой 330% к зарплате. Я бы не стал упоминать этого освободителя Эстонии от советского ига, если бы не замечательный текст реформиста Рейна Ланга на сайте национального вещания. Называется «Ледяное дыхание русского мира». Именитого политика просто трясло от того, как был украшен новогодний Таллин. Он искал, но не нашел никакого общественного возмущения по поводу рождественских украшений в общественных местах Таллина. Холодные и безвкусные огни странных форм превратили Таллин в копию крупного российского города. Не хватало только красноносых Дедов Морозов и резвящихся вокруг них сладострастных снегурочек. С возрастом оно, конечно, сладострастие становится важной составляющей недовольства. Но ведь искал поругания, убранства и не нашел. Тут-то и подумать бы, вдруг крупный российский город выглядит не так. Но разве может закоренелый реформист не пнуть скромно тех уродов, которые придумали эти украшения? Не бурчат лавочники, до сих пор впаривающие матрешек и напоминающие янтарь пластмассовые сувениры старого гонзейского города? Насколько я знаю, центристская партия, пишет Ланг, и Михаил Кылвард правят городом не в одиночку. Ау, Кареллоя и Мадлилипус, ау, социал-демократы, кипит возмущенным разумом Ланг. И тут опять интересная история. Не такая, как с Вялисом, но тоже любопытная. Ланг родился в Тарту в 1957 году. Сын советского корреспондента ТАСС в Финляндии, комсомолец и работник советской иньюр-коллегии. Своё 50-летие широко отмечал в пивном баре, декорированном в стиле ретро под мюнхенские пивные 30-х годов. Их любили штурмовики. История получила огласку. Ланг был министром от партии реформ. Эту шалость министра-реформиста отразил сайт Википедии на английском языке. Но потом помощник Ланга под псевдонимом стёр часть его биографии. Редакция английской версии Википедии это установила и восстановила коричневое пятно в биографии Ланга. Работа в иньюр-коллегии не фигурирует в его публичных биографиях. Я не ношу. А между тем, в советские времена иньюр-коллегия – это отдел Советского министерства иностранных дел, который занимался, среди прочего, вопросами получения наследства гражданами СССР от граждан, как теперь принято говорить, недружественных государств. В одном из материалов Википедии указаны два известных члена иньюр-коллегии – Ланг и Жириновский. Как говорится, двое из одного места. И тут я напомню вам роскошную фразу из драматической поэмы графа Алексея Константиновича Толстого «Дон Жуан». «Тут с правдой ложь слилась, и к правде так пристала, что отскоблить нельзя её никак». Пока. Субтитры создавал DimaTorzok